Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Ксенофонд Ксенофонд около 428-354 года до н.э. Греческий историк, в молодости последователь Сократа, который выведен в его воспоминаниях. Позже он восхищался Киром Старшим и спартанским царем Агисейлаем и написал идеализированные биографии обоих. Большую часть своей жизни он провел в своем имении возле Олимпии, пожалованной ему властями Спарты за участие в походе против Финкс. Он много писал на разные темы и его трактаты об охоте, управлении имениями, искусстве верховой езды и финансах до сих пор имеют большое значение, как и два его главных исторических труда. Греческая история и анабасис. Повествование о персидской компании и приключениях десятитысячного отряда под предводительством Кира-младшего. Из Википедии. Греческая история Ксенофонта подразделяется на две части. Первая часть состоит из двух книг. В них приведено описание последних шести лет Пелопонесской войны. Ксенофонт начинает свое повествование с исторических событий, которые не были описаны у греческого историка Фукидида в его истории Пелопонесской войны. Вторая часть состоит из пяти книг. Содержит описание событий древнегреческой истории от окончания Пелопонесской войны до битвы при Мантины. В 362 году до н.э. события в книге группируются не в хронологическом порядке, а по взаимной связи. Написано Ксенофонтом незадолго до смерти. Ну вот так фрация о Ксенофонте, греческом историке. Пока-пока, до свидания.